Привет, друзья, с вами Максим. В этом видео я приготовил для вас только лучшие инструменты сайта Алиэкспресс, которые могут вам пригодиться. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Цифровой глубиномер. Предназначен для измерения глубин отверстий, уступов и канавок. Инструмент состоит из основания и индикаторной головки с электронным отчетным устройством. Его можно использовать для установки высоты оборудования, таких как фрезы, строгальные роутеры, пилы и другие инженерные приложения. Набор для пайки. В набор входит печатная плата и электронные компоненты, которые нужно припаять на плату и получится готовое устройство, которое можно применять в жизни. Эти наборы используются для обучения пайки, так что мешок таких наборов лучший подарок подрастающему электронщику. Бокс для финишной отделки шпаклевки гипсокартона. Устройство представляет собой емкость, короб для шпаклевки с удобной телескопической ручкой, на которую одним движением вы подаете материал, который автоматически подает нужное количество шпаклевки и распределяется по стыку гипсокартона, заполняя все неровности и пустоты, например, от саморезов. Велосипедный насос Xiaomi Mijia. Насос может подкачать мячи, шины мотоциклов и даже автомобилей. Сверху находится газовая трубка высокого давления. На лицевой стороне имеется информативный OLED-дисплей, на котором отображаются режимы и текущее давление в шинах. Оксид церия. Стоит пройтись им по стеклянным или зеркальным элементам, как они сразу же преображаются. Есть и чисто практическое применение оксида церия на автомобильном производстве. Именно его полирующие свойства используются при обработке лобовых стекол автомобилей. Фен для пластика. Незаменимый инструмент для всех мастеров и домашних умельцев, работающих с полимерами. Им можно варить пластик, полипропилен и прочие искусственные материалы. Им легко пользоваться, не нужно иметь особых навыков сварки или богатого опыта. Высоторез. Это устройство, предназначенное для обрезки сучьев и веток садового дерева и высокого кустарника, без применения лестницы или механического подъемника. Его применение позволяет с успехом работать с зелеными насаждениями на откосах или неровных участках. Аккумуляторный перфоратор. Этот инструмент нужен в гараже или на даче, где отсутствует электричество. С его помощью можно повесить полки, закрепить стеллаж, проделать отверстия для вентиляции. Инструмент имеет мощный корпус, максимально покрытый резиновыми накладками. Тачалка для ножей. Для заточки нож своей. Обухом зажимается специальный губчатый зажим. Вы также можете самостоятельно установить необходимый угол заточки лезвия ножа. Штанга держателя абразивного камня имеет подвижное шарнирное соединение с вертикальной планкой. Дисковая пила. Это полезный инструмент для любого человека, который часто сталкивается с задачей по раскрою дерева. Аккумуляторный инструмент весит несколько больше, но зато мобилен. Его можно использовать вне мастерской и даже там, где по каким-либо причинам нет доступа к работающей розетке. Электролобзик. Это ручной электроинструмент, применяемый для обработки резких строительных и отделочных материалов. С помощью него выполняется как прямой, так и сложный фигурный рез материалов различной жесткости. Многофункциональный походный нож Grand Harvest. Инженеры разместили 14 предметов в надежном корпусе из 420 стали. Мультитула ремонтируемая и также имеет стальной карабин для ношения. Длина в сложенном виде 9 см. В раскрытом 15,5 см. Тактическая ручка. Этот предмет самообороны сделан в виде простой канцелярской ручки. Она легко помещается в кармане одежды, на ношение не требуется получать особое разрешение. А внешний вид не вызывает страха и опасений у окружающих людей, охранников или полицейских. Конусный дровокол. Его принцип работы основан на простом совмещении шурупа и клина. Обычный шуруп легко вкручивается в дремесину, но при этом способен лишь незначительно раздвинуть ее волокна. А вот когда на стальной конус нанесена двухзаходная упорная резьба, то достигается нужный результат. Самосрабатывающий шар огнетушитель. Принцип действия заключается в его самоактивации под воздействием открытого пламени. При разрушении пленочного покрытия от воздействия пламени огнепроводный шнур воспламеняется и передает импульс пиротехническому заряду, подрыв которого обеспечивает выброс огнетушащего порошка равномерно во всех направлениях. Строительный степлер. Это устройство, скрепляющее различные материалы специальными скобами. Им удобно закрепить драпировки, полотна, постеры и холсты. Степлер заряжают скобами, преимущество которых перед гвоздями заключается в увеличенной площади прижима скрепляемого объекта. Переставные клещи. Еще их называют переставным ключом, предназначенный для фиксации заготовок. Они с успехом смогут заменить практически любой ключ. Механизм действия этого инструмента заключается в перемещении губок вдоль заготовки с последующим ее зажимом. Складной разборный строительный нож. Имеет деревянные накладки с фирменным логотипом. Нож выполнен из толстенной нержавейки, а потому имеет солидный вес. Механизм замка имеет защелку открытого положения типа локбэк во избежание случайного закрывания и травм. Установка для алмазного бурения. Это группа инструментов, которые предназначаются для проделывания отверстий большого диаметра в самых различных материалах. Бетон, кирпич, искусственный и натуральный камень. Дремель. Это ручной инструмент роторного типа, применяется для множества мелких работ. Гравировки, шлифовки и обрезки. Им удобно делать выточки и пазы, отрезать лишнее, просверливать миниатюрные отверстия, затачивать режущие кромки. Особо популярны они у автослесарей, мебельщиков и мастеров прикладного искусства. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!